Давайте теперь я вам покажу, как искать заказчиков для наших услуг И мы будем использовать несколько способов продвинутых Первый сервис, который нам в этом поможет, это Quark Также здесь есть несколько способов Давайте я вам покажу два крутых способа, как искать заказчиков И для начала нам нужно зарегистрироваться на этом сервисе Для этого переходим на главную страницу И нажимаем регистрация Выбираем продавец Вводим электронную почту нашу или через ВКонтакте и Фейсбук регистрируемся Нажимаем далее И нажимаем регистрация После чего мы зарегистрировались Отправлено письмо с подтверждением Итак, для того, чтобы начать и искать клиентов Получить заказчиков, мы будем использовать несколько методов Первый это биржа Мы сразу сюда приходим И здесь мы можем подобрать категории Вот здесь вот в рубриках, которые нам подходят Сразу выберем категории, которые соответствуют нашей услуги Она находится в разделе дизайн Выбираем монтаж и обработка Дизайн в социальных сетях Вот это И также Это для допса, чтобы быстрее искать наши заказы И, собственно, пока что все Нажимаем готово Теперь, если я хочу, к примеру, найти заказы Которые относятся к удалению фона Я пишу здесь поиск по ключу Здесь можно сортировать по разным критериям Я пишу здесь фон И у меня сразу открываются заказы Которые соответствуют данной категории То есть данным ключевым условам Давайте еще заметим вот такую статистику Статистика биржи только вот этого сервиса Есть биржа и есть обычные кворки Я вам покажу чуть дальше Будем несколькими методами это делать И на бирже статистика такая Что проектов созданы за месяц 19344 Из них заказов отдано в работу 6308 На сумму 110 миллионов рублей 111 практически Это вот общая сумма И получается, если взять даже что-то Треть от этой суммы То это 35 миллионов в месяц То есть в день больше миллиона Здесь происходит на миллион Оказывается, услуг То есть заказчики дают в день На целый миллион рублей Услуг только на вот этой вот бирже Маленькой Вот, не считая сам основной сервис Там еще отдельная история Покажу вам чуть дальше Вот это другой способ Который мы будем с вами разбирать Это добавление сюда услуг Может сюда будет добавить услуги Такой же пример Мы сделаем Свою услугу здесь И давайте посмотрим Сколько другие исполнители Зарабатывают на данной услуге Мы берем здесь, к примеру За 100 картинок Какая сумма выходит За обработку 100 картинок По данной услуге И получается, что Вот этого заказчика Так как, ну, как бы разную стоимость Каждый ставит Поэтому за 100 картинок Здесь 5000 рублей Здесь за 100 картинок 10 тысяч Здесь 16700 И вот тут вообще отлично За 100 картинок 50 тысяч рублей Причем заказов здесь выполнено Уже очень-очень много Вот И получается, что Каждый ставит свою стоимость Можно, конечно, не такую огромную Не 500 рублей за одну картинку Как здесь Можно поставить 100 50 рублей По-разному В зависимости Ну, вы, как бы, понимаете Что одну картинку Это обработать одна минута Вместе со всеми Вытекающими Теперь вернемся обратно Получается, что Здесь Давайте Отликнемся на эту вакансию Чистка фона Цветокоррекция Видно, что Человек хочет 30 сфот обработать Возможно Он будет рассматривать Другую сумму Можем предложить И для того, чтобы начать Ну, как бы Взять услугу Нам нужно предложить Свою услугу Нажимаем Вы можете использовать шаблон Который я вам сейчас покажу И В нем есть несколько преимуществ В который не используют Большинство Исполнителей Скорее всего Они пишут здесь Шаблонные фразы Здесь наша задача Откликнуться Максимально Конкретно Ёмко И понятно То есть Здесь нам сам Сервис не советует Использовать шаблонные тексты Что мы, собственно И не будем делать И здесь Нужно написать Что мы предлагаем За нашу Услугу То есть Какую мы услугу Какую стоимость Можем указать Срок выполнения Название И самое основное Само предложение Давайте я вам покажу Я вам предлагаю Использовать вот такой шаблон Вот так он выглядит Сейчас мы его разберем Я вам расскажу Почему В нем есть Какие фишки И почему Они помогут вам Выделиться На фоне Вот Мы можем написать Так Здравствуйте Сделаю профессиональное Удаление фона С фото Прозрачный фон И одно фото Сделаю для вас бонусом Вот пример Посмотрите Здесь прикрепляем ссылочку И могу сделать быстро В течение двух часов Можете здесь поставить Любое Если вы не готовы В течение двух часов Напишите в течение дня Обращайтесь Вот Почему Это классное предложение Почему так не пишут все Во-первых Мы сразу выделились Используем эмоджи Это вот такие Смайлики Которые сразу Привлекают внимание То есть я уверен Что 99% Не используют Эти эмоджи И просто пишут Ну как бы Не выделяясь Мы уже выделились Дальше мы предлагаем Одно фото Сделаем бонусом То есть так как Мы на это тратим минуту То нам не сложно Сделать одно фото Бонусом Это сразу подкупает Что вы готовы Ну Дать человеку Какой-то Изначальный бонус И плюс Сразу показываю Пример Красивый Давайте То есть пример Мы загружаем На какой-то Файлообменник Диск Облачный Да Где Можно хранить Какую-то фотографию Это можно сделать С помощью Дропбокса Сервиса Просто там Регистрируйтесь И добавляйте Это Яндекс.Диск Гугл Драйв Любой из Которые вы знаете Мейл Облако Да Просто туда Загружаете Фото И получаете ссылку Давайте я вам покажу Теперь пример Самого фото Вот что Когда мы Вот такой пример Я сделал За минуту Давайте Мы тоже Можем научиться Такое же делать Покажу вам Как это делается Это делается легко В канве Переходим К канву И давайте Повторим Вот этот вот Шаблончик Добавить страницу Здесь у нас Фон Мы ставим Вот такой Синий Можно другой Поставить Дальше Мы загружаем Фотографию Или берем Отсюда Вот С готовых Уже Какую-то Яркую Картинку Возможно Которая Привлекает Внимание Вот Можете Другую Выбрать Но Можно и Эту Сделать Или загружаете Со своего Компьютера Или выбираете В разделе Фото Нажимаем Примеру Я загрузил С компьютера Вот здесь Вот Далее Раскликаю Она у меня Добавляется Я ставлю Вот таким Далее Я копирую Картинку Делаю Копию Копировать И Вставить И у меня Копируется Картинка Теперь я Ко второй Применяю Фильтр Уже нам Знакомый Удалить Фон У меня Это удаляется Так Теперь я Немножко Увеличиваю И ставлю Таким образом Вот Выглядит Прикольно Теперь У меня здесь есть Текст Было Стало Я просто Перехожу В текст Добавить Заголовок Пишу Было Так И здесь Стало Уменьшаю Вот таким образом Размер Текста Далее Копирую Элемент Дублировать Вот здесь Можно Или просто Копировать Вставить И пишу Стало Так И теперь Выделяю И изменяю На белый Цвет Потому что На этом фоне У меня Это лучше Так Ну и можно Shift Поменять На обычный OpenSense Так И все Наша картинка Готова Я могу ее Сохранить Изменить фон Если мне нужно Могу поменять На другой Какой-то Яркий Ну оставлю Как было Нажимаю JPEG Вторая страница Одна И нажимаю Скачать Все У меня Картинка Сохранилась Теперь я Перетаскиваю Пишу Пишу Название И У меня К примеру Dropbox Здесь Вы можете В другой Файл Обменник Перетащить Я просто Перетаскиваю В Dropbox У меня Вот Постановлена Программа Выбираю Перетаскиваю Сюда У меня Автоматом Загружается Сюда Картинку Нажимаю Копировать Ссылку Копи-линк И получается Вставляю Вот сюда То есть В нашу Заготовочку В эту Заготовочку Получите В дополнительных Материалах Копируем Теперь Вот И Теперь Название Тоже Сюда Ставим Вот С такими Смайликами Можно Эмоджи Стоимость Укажете Или ту Которую Там есть Или другую Которая Указана А также Сервис этот Берет 20% Себе Налога Чтобы Вы понимали И пишем Например Один день И Нажимаем Предложить Нам Предлагают Верифицировать Телефон Верифицировать Так Нажимаем Подтвердить Так Символы Уберем Нажимаем Предложить Все Наше предложение Отправлено И если Наше предложение Заинтересует То Заказчик С нами Свяжется И в сообщениях Все будет Видно Вот Дальше Покажу вам Как делать Кворки И Делать Услуги Чтобы Привлекать Еще дополнительно Заказы Заказы Продолжение следует